Мероприятие, прошедшее 11 ноября в клубе РК, можно безо всякого преувеличения назвать событием года. На сцене в этот вечер выступали легенда советского и российского металла Валерий Гаина, группы «Черный обелиск» с новой программой и сессионным гитаристом, а также группа «ТОК» с простуженным Андреем Подгайным. Не знаю, стоит ли заострять внимание на происходящем в зале, ведь те, кто не пришел, наверняка и так уже пожалели, а те, кто был, и без нас все видели и слышали. А вот поговорить о новых альбомах, корпоративах и музыкальной индустрии будущего, думаю, можно. Альбом будет, мы просто ждем, мы хотим, чтобы он был гениальный. В попу нас никто не кусает, короче. Надо нам торопиться, лучше мы спокойно посидим, подождем, пока нам кто-нибудь оттуда... То есть пусть это, ну я имею в виду вдохновение, пусть это будет реже, но будет качественнее. Твой мир? Мой мир. Да что ж такое? Да ничего, мой мир, твой мир, да. Что там было в твоем мире? На волне популярности предыдущего альбома, то есть «Мертвый сезон», складывается порой такое впечатление, что бабла ради. Объясню, почему давно такая мысль перезаписать эти песни была. Во-первых, как мне, во всяком случае, кажется, я стал гораздо лучше петь. Это раз. И я, например, когда слушаю тот же самый «Пепел», меня прям корячат, я себя слышать там не могу, это не я там нынешний, да, как бы. Плюс не очень хороший звук, да, на альбоме. Я понимаю, что для многих не это главное, как бы, особенно кто тяготяет, так сказать, как у нас называют, да, русский рок, который слушает только тексты, и которому наплевать вообще, как это звучит, главное, чтобы текст там присутствовал. Ну, все-таки группа, в которой, мне кажется, должно быть сбалансировано, так. И третий момент, хочется сделать те вещи, которые, вроде бы, казалось, могли бы, да, стать, не то чтобы там хитами, но быть, так сказать, в строю, да, и которые можно исполнять. Они не исполняются в силу там, не то что не модные, да, как-то, ну, не в струе, не в ключе, да, как бы. И мы их решили переаранжировать и... На ваш взгляд, это удалось? На 90% да. Сейчас многие команды перезаписывают свои старые композиции. Вам не захотелось ли перезаписать круиз-1? У нас есть сейчас это в планах. Есть такая идея, и, в общем-то, многие стали обращаться вот с такой идеей, то есть пожелания, что ли. Разумеется, тут есть и единственный минус. Это всегда сложная проблема для группы перезаписать что-то, переиздать, и чтобы люди вообще признали и сказали, да, это лучше, это искренне. Истинно лучше, чем было, чем когда-то. Не поступало ли предложение от группы Токс-Пицца? Так мы постоянно этим занимаемся. А записать? Записать? Ну, мы сейчас... А это на украинский море? Сейчас мы это, в общем-то, практически сделали, потому что мы... Вот, ты прямо угадал, собственно говоря. Потому что мы капли дождя с подгайном сейчас. Подгайном. Скажите, допустим, на молдавском языке вы не собираетесь ничего исполнить? Меня многие спрашивают, а почему никогда ничего не издавал, никогда не делал на молдавском языке? Я вообще считаю себя на сегодняшний день человеком мира, который хочу, чтобы меня понимали как можно большее число людей, которые слушают меня. Поэтому мне кажется, что это было бы очень узкое просто сугубо делать это сугубо на молдавском языке. Это другой разговор, если идет речь о нескольких песнях. Это реально. Когда мы были молодые, пели на русском, мы не умели просто петь на английском. Потом мы попробовали вот английскую, английскую попробовали, о, то есть английская, она чем хороша? Она вот в этой музыке, она там на месте, ритмикой, длиной слов, ударениями, там, всеми делами, короче. Вот это вообще, весь этот рок-н-ролл, он как бы, он специально как бы для нее создан. Как только ты выпустишь на английском, про этот альбом можно будет забыть. Почему? Потому что он не будет пользоваться никаким спросом. В России. Да и у вас тоже. Попсовы к исполнителям, помню, вас частенько приглашают на корпоративы всяческие. Случается ли это с рок-группами? С вами это случалось? Случалось. Корпоратив в нашем случае выглядит так. Это не реклама, это я... Просто звонят люди, говорят, мы хотим, допустим, чтобы у нас тут у начальника день рождения, мы хотим, чтобы вы сыграли. Мы говорим, ну хорошо, не вопрос, только... И дальше идут перечисления. Мы будем играть то, что хотим. Никаких заказов. Обязательно будем играть кавера, но только те, которые мы знаем. То есть, чтобы не было такого, что... Ребята, ну вы можете сыграть нормальную музыку, нормальную. То есть, вот такого не будет. Почему бы и нет? Ну, человек пригласил... Ты, фактически, ты даришь ему какой-то там подарок, в каком-то смысле... Гора аппаратуры и прочая, настройка... А у нас, например, тот человек, который вот последний день его дня рождения, он всем этим занимается, он этим торгует. Поэтому он любит эту музыку, он пригласил наших там еще друзей-музыкантов таких же. Мы с удовольствием спели для него, почему бы нет. Бесплатно, правда? То есть, за бабло нет, не приглашают, к сожалению. Музыкальную индустрию будущего? Какого будущего? Ну, мне кажется, что очень трудно ее представить точно. Мы понимаем, что она не будет такой обширной, такой серьезной. И не будет много предложений от индустрии. Вы понимаете, что она потихоньку все-таки угасается? Она угасает, да. Она просто фактически будет держаться в рамках своих собственных усилий. Все сидят сейчас дома, записывают компьютерные гитары, компьютерные барабаны. Да, стало проще. С одной стороны стало проще, но с другой стороны все стало похоже друг на друга, как две капли воды. И люди под копирку начинают слушать там западные коллективы, начинают играть те же самые риффы, только наоборот, грубо говоря, пытаться подражать, да, как обезьянки. Никакой собственной мысли в этом нету. И это проблема. С одной стороны плохо, то есть как бы вот эта вот финансовая основа всей этой деятельности исчезла. С другой стороны, все приходит в свое природное естество, так как это было раньше. Музыканты заезжают в город, например, Бременские, группа называется Бременские, вот они заезжают в город, становятся посреди площади и лобают. Если плохо лобают, им дают врыло. Если хорошо, им дают денег. Ребята от лобали на отлично, а значит мы можем рассчитывать на очередное событие года. Музыканты заезжают в город. Музыканты заезжают в город. Продолжение следует...